Все за одним столом. И власть, и народ. А точнее, рупор граждан. Народный фронт. Губернатор Павел Коньков и руководители правительственных департаментов встретились с представителями ОНФ. По сути, те и другие работают над одним и тем же. Первые на повестке темы ЖКХ. Фронтовики бьют тревогу. Фонд капремонта на грани раззарения. Не собранная за годы действия программы 700 миллионов рублей. Это долг неплатильщиков, и с каждым годом он будет расти. Просужено из этого всего около 7%. Губернатор с проблемой знаком. И даже дал добро, чтобы фонд привлек кредит на 200 миллионов рублей. Это позволит продолжить работу по капитальному ремонту домов в плановом режиме. Но в дальнейшем придется привлекать средства бюджетные. Как дальше этот ежегодно накапливанный долг, что с ним делать? Я надеюсь, это и федеральный законодатель, и федеральный исполнительный власти, какие-то решения по поводу приема. В противном случае альтернативы, как каждый год наполнять дополнительные его бюджетные средства, не меньше накал страстей сейчас вокруг мусорной реформы. Активисты Народного фронта считают, что рекоператор к работе не подготовился и силы свои переоценил. В итоге при довольно высоком тарифе предельно низкий уровень сервиса. Губернатор к вопросу начисления вернуться готов, но несколько позже, когда процесс будет отлажен. Насколько быстро удастся все-таки перейти к новому тарифу, снизить затраты населения по обращению коммунальных отходов, будем надеяться, что это в ближайшее время как-то случится. Но это, наверное, должно быть в течение полугода, может быть, в течение следующего года. К сожалению, тариф был сформирован быстро и, на наш взгляд, не очень оправданно высоко. Что касается программы переселения граждан из аварийного жилья, с опозданием, но со своими обязательствами регион справляется. Достроены дома в Приволжске, остались вопросы по нескольким квартирам в Шуе и дому в Савино. Проблема, скорее, уже с данных объектах, где при эксплуатации были выявлены огрехи. Не завершена работа по жалобам граждан из Нового Леушина, Кленова, Наволок. А значит, и отработанное на 100% программу считать нельзя. Было четко поставлено задача губернаторам, профильным заместителям, в течение двух недель собрать совещание и проработать все вопросы, которые сейчас не решены. Это, в первую очередь, вопросы по новому аридному жилью и по замечаниям граждан, которые не снимаются с контроля в фонде содействия ЖКХ и у нас. Рассказали общественники и о других своих инициативах. Обсудили ремонт дорог, недоступность в доступной среде для инвалидов и пробелы новой программы комфортной городской среды. Елена Белова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.